Здравствуйте, с вами программа Балуи. Сегодняшний выпуск мы начнем с хорьков, домашних питомцев, которые не оставляют равнодушных. Завести милое животное хотят многие, но вот с особенностями ухода не справляются и частенько выбрасывают на улицу. Фонд помощи хорькам существует в Рязани, он и помогает таким пушистым брошенкам. Хорек – небольшое животное, отличающееся гибкостью, изяществом и очаровательной мордочкой. Несмотря на короткие ноги зверька, они мускулистые и сильные. Он не только может лазать по деревьям и рыть норы, но является еще и прекрасным пловцом. Кроме того, животное обладает уникальной подвижностью, поэтому зверек не может спокойно усидеть ни одной минуты. А домашние – много столетий назад. Сегодня хорьки завоевали сердца множества поклонников по всему миру. Мы с мужем где-то года четыре, наверное, хотели завести хорька, не решались, изучали в интернете, насколько все это будет сложно. А потом он работал у меня в Туле и увидели объявление, что хорька отдают за тысячу трехмесячного щенка. Он поехал посмотреть, а ему выносят хоренка и пакетик корма для грызунов. Хорьки вовсе не грызуны. Это самые настоящие хищники – близкие родственники норок и куниц. И питаются они, как хищники, мясом или, в случае с домашними хорьками, кормами, предназначенными для собак. Кстати, их характер и поведение сравнить нельзя ни с кошачьим, ни с собачьим. Хорек в доме – это маленький ребенок еще один. То есть все шкафы желательно на детских замках. Вся химия, все, что может быть погрызено, желательно убрать. Иначе достанут, раскопают, повыкидывают вещи из шкафов. У меня вот мой любимый Степа сожрал нос, ботинка. Тапчик целых в доме сейчас нет просто вообще. Две моих девицы у меня регулярно воруют компьютерную мышь, если только я от компьютера отвернусь, а я работаю с ней. То есть потом приходится по всему дома ее искать, куда они ее уволокли. Кстати, та первая девочка, которая появилась у Алексея и Елизаветы, прожила всего два года. Неправильный корм и уход у первых хозяев, к сожалению, сильно ударили по ее здоровью. Но она стала началом целой истории любви, любви к хорькам, которую поймут только обладатели этих маленьких шерстяных дракончиков. Пришли в магазин посмотреть корм хорячий, а там сидят два хорячка в клетке, ни еды, ни воды, ни гамака, ни лотка, ничего. Ну, естественно, это вы мои хорошие, мне вас жалко. Одна лись, вторая кусь, которая лись поехала со мной домой. Спустя время супруг Елизаветы начал вести группу ВКонтакте, где давал рекомендации по уходу за хорьками. В нее начали писать люди, которые находили потерянных или беспризорно бегающих по улице хорьков. А Елизавета и Алексей стали забирать таких домой и после пристраивать к новым хозяевам. Первого хорька нашли в Дядьково, в садовом товариществе. Мы поехали ее забрали, пристроили. Буквально прямо через несколько дней напротив нашего дома, около пятерочки, опять написали, что бегает хорек. Нашли, тоже пристроили. И вот нам с потеряшкой девчонки говорят, ну раз они к вам идут, наверное, это ваши. Интеллектуальные, веселые, подвижные, шустрые хорьки требуют очень много внимания. Выдерживает такого члена семьи не каждый. Потому отказываются. Проще завести беспроблемную кошку, например. К тому же при сообразительности и ловкости хорьки запросто могут сбежать. Вот где мы сейчас живем на квартире, там получается квартира старая, и там трубы идут на сквозняк из санузла в ванну и в кухню. Вот одна из наших девиц научилась запрыгивать на ванну, спрыгивать под раковину и дальше шуровать где хочет. Так вот сегодня я поняла, что она научила этому всех остальных. Часто хозяевам приходится отказываться от щенков в связи с возникшей аллергией. Сегодня еще одной проблемой содержания стало отсутствие в продаже корма. В этом отношении хорьки требовательны. Некачественный корм вызывает серьезные проблемы с ЖКТ. Сегодня у Алексея и Елизаветы живет 8 хорьков, попавших в трудную ситуацию зверушек. Супруги поддерживают, пристраивают и следят за их жизнью. Если вы купили хорька и поняли, что это не ваше животное, вам помогут найти ему новую семью. Нашли хорька на улице? Не проходите мимо. Свяжитесь с фондом через группу ВКонтакте. Его заберут, при необходимости пролечат и найдут ему новых родителей. Просто хотите помочь хорькам? Напишите или позвоните. Вам расскажут, как это сделать? К слову, все хорьки, находящиеся под опекой фонда, обязательно проходят ветеринарное обследование с проведением при необходимости хирургических операций, лечения и реабилитации. И только после этого для них ищут новую, лучшую семью. Долгожданная пора веселых прогулок с домашними питомцами – это еще и сезон заболеваний, вызванных паразитами. Паразиты – это микроорганизмы, которые живут за счет хозяина и наносят его здоровью – непоправимый вред. У домашних питомцев встречаются наружные и внутренние паразиты. К наружным паразитам относятся представители насекомых и паукообразных, к внутренним – представители гельминтов и простейших. Борьба с теми и с другими отнимает много сил, средств и здоровья ваших любимцев. Лучше это все профилактировать и не дожидаться, когда мы заметим клиническое проявление или в кале что-то мы обнаружим. Надо понимать, что зачастую владельцы говорят, что мы каждый день смотрим за испражнениями животного, что мы в кале ничего не наблюдаем. Но, опять же, не всегда в кале это можно обнаружить. Более того, даже анализ кал на яйца гельминтов иногда приходит ложно-отрицательным в силу определенных причин, потому что они, опять же, во внешнюю среду паразиты выделяют яйца даже не постоянно, а с определенными интервалами. Просто мы можем не попасть в эту стадию. Это первый момент. Во-вторых, прежде всего, обрабатывать нужно с профилактической целью для здоровья наших питомцев, потому что это в первую очередь у нас сказывается на общем состоянии и на качестве шерсти, и на кондиции тела животных. Могут быть проблемы с желудочно-кишечным трактом, перемежающиеся поносы, запоры и так далее. Надо помнить, что паразитиоз у животных опасен и для человека. Среднестатистически мы обрабатываем в 4 недели, в 6 недель, с 8 недель у нас вакцинация. Но в силу определенных обстоятельств мы можем проводить дегельминтизацию. Она в первую очередь у нас направлена на освобождение от паразитов животных и опять же на прекращение появления, заражения внешней среды окружающей, то есть это и поверхности и так далее. Можно, например, при токсокоррозе, если мы говорим о профилактике токсокорроза, то мы тогда проводим дегельминтизацию с 2-х недельного возраста щенка, каждые 2 недели до достижения 12-недельного возраста. Дальше там уже пореже до 6 месяцев и у взрослых животных раз в квартал. У котят мы начинаем чуть попозже, с 3-х недельного возраста и дальше каждые 3 недели, потому что кошки, они чуть более чувствительны к подобным родам препаратам. Если говорить о том, что это частые обработки, я вам отвечу, что не частые. Если у нас имеет место подозрение на токсокорроз, скотчность животных, или животные, задержащиеся в приюте, или как-то в питомнике, то вполне себе эта схема может быть. Котят мы начинаем дегельминтизировать с 3-х недель и каждые 3 недели, опять же до 12-недельного возраста, это примерно 3 месяца. Дальше у нас получается раз в месяц до 6 месяцев и потом уже раз в квартал это все делаем. Особое внимание к охотничьим собакам и тем собакам, которые питаются сырым мясом. Тут стоит дегельминтизировать раз в месяц. Если среда обитания животного это сельскохозяйственная территория, деревня, есть опасность, что ваше животное может быть переносчиком эхинокока, паразита опасного и для человека. Если у нас есть подозрения на данное заболевание, там у нас раз в 45 дней мы принимаем препараты. То есть в принципе схема, они могут варьировать в зависимости от конкретной ситуации. Но если у нас с вами домашняя кошка, которая в принципе никуда не выходит, дома сидит, или собака, которая тоже у нас достаточно ведет такой домашний образ жизни, выгул несвободный, достаточно проводить дегельминтизацию один раз в квартал. Характерный для южных районов дирофрелиоз встречается и в наших краях. Переносится с комарами. Профилактическая обработка обязательно. Собак с профилактической целью мы должны обрабатывать примерно за месяц до начала лета комаров и соответственно еще месяц после окончания лета комаров. Для этого есть тоже препараты, такие как Мельбимицин, Мельбимакс, Мелпрозон. Есть также препараты Адвокат Стронкол. Это вот у нас, чтобы не было, так сказать, в крови микрофилярии. То есть эти препараты действуют на мигрирующей стадии паразита. У нас встречаются, значит, два вида дирофилярии. Это репенс и митис. И митис – это сердечный элемент. Вот репенс – это все-таки подкожная форма паразита. Опасен этот паразит и для человека. При заражении может проявляться в разных формах. В подкожной форме паразитов можно заметить в области глаз. Поэтому, несмотря на редкость микроорганизма в наших краях, обрабатывать животных рекомендуется весь сезон. А вот такой паразит, как блохи, известен всем. Отметим, что взрослые особи блох – это лишь 5% популяции. Цикл развития блохи длительный. Личинки и яйца не видны, но они есть. И принести заразу мы можем с обувью или одеждой с улицы. Заражение блохами у нас получается. Некоторые животные реагируют достаточно аллергично. Так называемые блошиноконтактные дерматиты или блошиноконтактные дерматиты. То есть это вот на слюну бывает аллергическая реакция. Животные чешутся и, соответственно, травмируют кожу. Соответственно, у нас условно патогены микрофлора. Да, у нас может быть вплоть до пиодермии быть. Не все животные так реагируют, конечно, но те, кто так реагирует, для кого это актуальная проблема, тем нужно обрабатываться. Ну, по факту, круглогодично. Даже квартирным животным. Лучшая профилактика блох – постоянная гигиена. Не пренебрегайте влажными уборками. Обязателен в доме с питомцем пылесос. Факторы мериска какие могут быть? Это, допустим, старые дома, где есть подвалы, где там эти блохи у них, так сказать, микроцинозы все вот эти вот. То есть мы можем с обувью принести домой. Соответственно, мы же приходим, разуваемся, пока мог бы помыли. Нас кошку встретила там на коврике, на половичке. Ну, собственно говоря, вот все равно бывает, что кошки, которые даже на лето на дачу не выезжают. Иногда у нас все-таки есть такие животные, которым приходится обрабатываться в квартире, но все равно круглогодично. Еще, опять же, фактор риска – это верхние этажи, где, опять же, чердаки есть, да, то есть вот в старых домах. Много, как правило, таких проблем нет. И вплоть там с первого по пятый этаж, это если вот старые дома, где есть подвалы. У нас инсекто-корицидные препараты, разные направленности. Ну, тут, опять же, соблюдаем кратность обработок, потому что, как правило, владельцы не соблюдают эту кратность. Нужно, если раз в три недели, в четыре недели, ну, пропуски бывают. Вот. Нужно обязательно соблюдать, ну, да, по инструкции, если на кожу, значит, на кожу, не на шерсть. Как правило, по инструкции там купать нельзя, да, несколько дней до, несколько дней после. Препаратов для обработки животных сейчас много. Подобрать дозировку и форму вам поможет специалист. Надо сказать, что все препараты у нас сейчас достаточно безопасны. Выбор достаточно широк. Для профилактики используются в основном препараты, содержащие презиквантел. Хорошо переносят, вполне себе. Если прийти в любую ветеринарную аптеку, вам и подскажут. Там, во-первых, а по весу мы даем. В основном, эти препараты все на основе презиквантелы, презиквантазола, то есть это и дронталы, и цисталы, и наши отечественные препараты. Вот я как бы больше склонна к даче таблетированных форм, потому что суспензии иногда бывают у нас погрешности. В плане того, что суспензию нужно взболтать обязательно, чтобы не было осадка. И там, опять же, иногда были случаи, все-таки как-то с дозировкой по весу не совсем у нас корректно владельцы давали. Между прочим, обязательно проводить дегельминетизацию за 7-10 дней до вакцинации. У нас есть, если программа отлов, стерилизация, выпуск, то есть животных их и вакцинируют в один день, и дегельминетизируют в один день. Это если мы говорим о бездомных животных, которых вот такую помощь оказывают. То есть это, в принципе, допустимо. Но со своей любимой кошкой-собакой вполне мы можем заранее проклистовать, потом планово прийти на прививку. Врачи клиники Балу напоминают, профилактика, своевременное ветеринарное обслуживание питомца предотвратит множество проблем и сохранит здоровье зверушек и всей семьи. На этом наш выпуск подошел к концу. Не забывайте, мы в ответе за тех, кого приручили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова